Привет, друзья! Это проект «Русская Америка». У нас еще один новый проект. Не знаю, что с ним будет, получится он, не получится, но удивительное открытие нашел, что в Америке не было, может быть, была, но сейчас нет, справочной службы на русском языке. Например, когда я какое-то время жил на Кипре, там была справочная служба такая. И вот мне нужен был переводчик, допустим, греческого языка. Я позвонил эту справочную службу, а ее реклама была везде, там, газетах, там, даже, по-моему, на острых каких-то, там, на улице была. Вот, я позвонил, спрашиваю, здравствуйте, мне нужен переводчик, там, греческого языка. Мне предоставили переводчика. При этом, если я нашел переводчика сам, там, по объявлению, цена была бы точно такая же. Ну, просто переводчик, там, агентский, я так понимаю, платит этой справочной службе. Так, так, такая же справочная служба есть в Испании, допустим, ну, и в других странах, а в Америке ее не было. Ну, может быть, опять же говорю, я не знаю, может быть, она была и закрылась по каким-то причинам. Но, в всяком случае, мы попытаемся сейчас ее сделать. Что это будет? Ну, то есть, это будет телефон, который сейчас мы, я думаю, я доеду сейчас до офиса, и программист наложит телефон на этот ролик. Будет телефон, который будет везде публиковаться, и когда вы будете звонить, там будет отвечать оператор, и вы можете задать ему какой-то вопрос, да, который у вас есть. Ну, конечно, вопросы типа, как проехать на такую-то улицу, у вас будут отправлять, оператор будет отправлять вас воспользоваться Google, потому что, ну, нельзя отвечать на вопросы, которые, ну, слишком, ну, это просто займет колоссальное количество времени, и это превратит в правочную службу в какое-то дурдом. Вот, потому что такие вопросы, конечно, можете найти элементарно в интернете. Ну, а какие-то вопросы, касающиеся, как открыть счет банки, как получить грин-карту, как снять жилье, как найти адвоката, как починить машину, как поставить машину на учет, как сдать на права, это, конечно, как купить тур в Майами. На эти вопросы, конечно, вы получите ответы, и есть, конечно, здесь коммерческая жилка, да, в этом бизнесе. Ну, понятно, что правочная служба что-то зарабатывает, но зарабатывает не с вас, зарабатывает там за те рекомендации, то есть платит, например, туристическое агентство, если там вас отправили в это туристическое агентство, то туристическое агентство заплатит это право справочной службе. Вы, как клиент, платить ничего не будете, так что пользуйтесь, проект отчасти коммерческий только, я вам скажу, что он сейчас более затратный, чем прибыльный, вот, но попробуем, во всяком случае мы сделали специальную, купили специальный сервер, программное испечение для переадресации звонков, там, ну, в общем, большие вложения сделаны и финансовые, в принципе, и временные, да, люди, люди тратили свое время. И надеюсь, что из этого что-то получится. Выгорит, заработает, не выгорит, ну, значит, неудачный, 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 не все же у меня проекты удачные, да, там, с машинами очень неудачный проект, то есть вот сейчас считаю, что потратил время, то есть звонит много, но все настолько, настолько люди какие-то непонятные, да, я хочу купить, пишет он мне в скайпе, допустим, человек, я хочу купить BMW, там, X6, я говорю, ну, позвоните мне на мобильный телефон. Ой, да вы что, это ж так дорого звонить на мобильный телефон, вот, в Америку, ну, какой тогда X6 вы можете говорить? Вот, ну, вот, справочная служба один из, один из таких проектов.